Осенний венок Есть в ней своя изюминка Но она чуть-чуть Не выдерживает идеальной формы круга То есть тут надо крутить, вертеть Как его декорировать Она такая какая-то европейская Самопытная такая какая-то интересная Тоже получается Есть плотненькие такие веночки Хорошие, надежные Парыхлее Я делаю парыхлее Это зависит от того, какой вы эффект Хотите получить, какой вы хотите размер Венка Какая у вас ширина будет Тело венка Ширина, толщина Чем отличается венок настенный От настольного Тем, что настенный он более плоский Для того, чтобы висеть на стене То есть он более плоский Нужно расположить декор Настольный Настольный он более может быть объемный Над столом Настольные венки Настольные венки обычные Рождественские там На стол что-то ставим Не в нашей традиции, но уже есть Сегодня мы будем вот такое вот Тело делать Веночка можно сделать Можно, мы же делали пасхальный настольный венок Но мы его делали То есть чашу вниз ставишь Чашу вот так вот кладешь венок Тут он украшен декором пасхальным Внутри мы украшенные яйца уже расписанные клали Было очень красивый эффект Простота заключается в том, что это доступно для нас То есть мы можем брать любые сырые ветки То есть сухие нам не подходят, потому что они уже ломаются То есть мы берем иву, березу, там что хорошо гнется, что у нас под рукой И делаем уже формируем из него тело венка Я для этого беру медную проволоку Друд, он будет виден, он зеленый Но если есть друд, то редко встречается с коричневым Берите любую проволоку, которая вам подходит Которая потом не требует прям дополнительного декора В принципе это просто То есть веточки, ну вот есть береза обычно Есть береза такая повисная, по-моему она называется Такие длинные, тонкие ветки метров до двух длиной Не очень удобно Вот это вот, это два секатора То есть это не ножницы Ими мы режем ветки Я сначала формирую такую вот длинную ветку Плотненько закручиваю Ну вот этими я разрешаю обрезать проволоку То есть мы вот так дальше подкладываем Для того, чтобы потом Что сделать? Закрутить Вот, свежнуть правильно То есть тут ничего сложного нет Дело техники Не надо бояться, если они вас слушать не будут Это все потом как бы можно подкрыть Смотрите, я толстые убираю, да? То, что у нас не сгибается Не сгибается Я убираю, беру только то, что гнется Вот, видите, красиво Порывистый Вообще венок у нас очень такой, знаете, жизнерадостный Между веток, что ли? Вот, просто Да, между веток Ну то есть я полностью его не пережимаю Потому что если полностью это будет некрасиво Сейчас вот основные моменты какие-то закрепляю Да, чтобы они не вылезли, да? Ну, пожалуйста, изобретете какой-то свой способ То тоже будет хорошо Почему бы, да? Изобретение будет Легко Патент в области флористики Это вообще такое дело Все уже придумано до нас, оказывается Нам кажется, что мы что-то новое открыли Ну, я, по крайней мере, делаю вот так В основном Конечно, зависит от того, какие ветки Да? Вот, в принципе Размер Поменьше хотите Можно чуть подуже сделать Побольше, чуть подлее Уплетение Это так же, как упаковка Уплетение Оно вот, как бы, не слушается Не всегда слушается Мы уже на такой основе, я не знаю, сколько венков сделали А сколько венков А, мы делали новогодний венок То есть, такая основа очень удобная для разных Мы делали асхальный венок То есть, больше двух для меня это уже много Ну, она, как бы, себя не изживает Она вот настолько универсальна Настолько она подходит к разным темам, к разным праздникам Настолько она, как приятно, что ли, людям То есть, я вот сначала даже вот на такой основе как-то Помню, первый раз просили меня провести мастер-класс Я не поняла, что просили на такой основе И провела другой Люди были расстроены А я была так удивлена Неужели это интересно? Это же так просто То есть, оказывается то, что проще Нам ближе Вот, ну, в общем, понятно Вот он сейчас такой рыхлый, да Но я его чуть-чуть уплотняю То есть, здесь подвязала, тут подвязала, тут подвязала, тут подправила веточки, да И еще зависит от вас, каким вы хотите его видеть Более свободным, да Вообще, движение по часовой стрелке всегда задается Желательно То есть, на созидании То есть, более свободным, таким рыхлым, да Или более гладким, облизанным, плотным Вот у меня вот склонность делать более таким гладким, облизанным Прям, чтобы прям ничего нигде не торчало Как-то я к этому, не знаю, приятно отношусь Мне не такое нравится Кто-то любит более какие-то свободные формы Даже не всегда ровные такие Какие-то естественные, природные А помнишь, делали с Оксаной? А с Оксаной делали, да, шикарный Он большой, наверное, вот такой какой-то, да Вот такой, наверное, внутри только диаметр Он вот такой вот, огромный был Тоже из веток березы С этим С вербой С вербой, да, пасхальный Ну, тут пасхальный хороший, вот пушистый А другие Ну, да, ну, да То есть, сегодня мы будем делать осенний венок Он чем отличается? Тем, что вот у вас наборчики лежат Потом их разберем Там у вас сюрпризики ждут Там есть и фруктики, и ягодки разного вида Листочки, разные фактуры Тыковки искусственные Хорошего очень такого диаметра Все очень подходит под осенний такой жизнерадостный венок Вы сейчас делаете себе основки Плюс вы себе свой размерчик зададите, создадите Плюс вы своими ручками вложите сюда свою энергетику То есть, поработаете ручками Тогда сейчас наборы для декорирования со стола вообще убираем Чтобы нам было свободно просто Тяжело так работать Есть еще кусачки, которые, кстати, хорошо касают ветки Если надо Кусачки, секатор и проволока тоже хорошо касают А мы долго тут с Леной думали То ли будем делать на основу сами То ли возьмем уже будем декорировать Потому что и эта работа долгая И та работа долгая Декорирование Продолжение следует... Продолжение следует...